Сегодня у нас в гостях мой одноклассник, друг, успешный американский бизнесмен Богдан Чугунов. Все, что я знаю, это что Богдан занимается медом. Богдан, расскажи, пожалуйста, что это за бизнес вообще, почему медом, когда это все началось? Все это началось где-то год тому назад, когда я узнал, что у меня есть подозрение на рак желудка. Мне пришлось поехать в Новую Зеландию, познакомиться с натуральным антибиотиком метилглиоксалом, который содержится в манукомеде, который пчелы делают только в Новой Зеландии. Собирают они этот мед из манука кустов, который цветет только 4 недели в году. Именно поэтому он такой дорогой и такой редкий в мире. Я стал заниматься этим бизнесом, мне оказалось, что очень много людей в Америке страдают теми же самыми проблемами, которые, возможно, страдаю и я. И те же люди, которые хотят иметь превентивные меры для того, чтобы этот рак не распространялся. Я договорился с компанией, которая делает этот мед и стал привозить его на территорию США. И вот потихоньку, помаленьку я стал его здесь распространять как дистрибьютор. Распространяя его по местным аптекам, по натуральным магазинам, по тем магазинам, которые не всегда можно перевести правильно на русский язык. Которые называются витаминные, шопы и магазины, которые продают натуральную органическую еду. Теперь этот бизнес очень быстро вырос. Очень большие потребности в этом меде. И, как обычно бывает, когда спрос превышает предложение, цена на него растет. Но если этот монокомед такой редкий, и о нем никто не знал, как же это ж бизнес на этом выстроить? Это ж очень тяжело, наверное. Как ты своих клиентов находишь? Клиентов я особо не нахожу, потому что этот мед достаточно известен на территории США. Да, моими клиентами являются магазины. Я не продаю этот мед частным лицам, потому что у меня нет разрешения на продажу его частным лицам. Я имею в виду, разрешение есть, но для того, чтобы продавать частным лицам, надо иметь дополнительные лицензии в Америке. Поэтому мне гораздо удобнее продавать его мелким оптом, тем людям, которые здесь называются ритейл, которые продавцы, магазины. Поэтому моими клиентами являются магазины, в которые люди приходят и уже там покупают в рознице. Мы все любим с детства мед, он сладенький, вкусненький. А этот мед, он хоть вкусненький? И чем он полезен, кроме того антибиотика, которого никто не слышал? Этот мед вкусненький, он сладенький, но не такой сладенький, как вы привыкли к башкирскому меду или еще какому-нибудь меду. Этот мед единственный в мире, который содержит метилблэоксал, сложно выговариваемый натуральный антибиотик. И полезен он именно тем для нашего организма, что он не убивает все бактерии. Он избирательно убивает только вредные бактерии и оставляет жить хорошие бактерии. Если вы знаете, что при приеме антибиотика убиваются вообще все бактерии. Поэтому после приема антибиотика настоящие врачи рекомендуют людям пить пробиотики, чтобы восстановить флору в нашем желудке и в кишечнике. Пробиотики и так продаются? Для этого мед нужен или он как антибиотик? Пробиотики и так продаются, но они продаются для тех людей, которые употребляют фармацевтические антибиотики. Если вы будете употреблять манукохани с метилблэоксалом, вам не потребуется покупать и употреблять пробиотики. Так они не будут убиты при приеме метилблэоксала, который содержится в манукохани. Ужас, какие сложности! Ты решил начать бизнес на этом меде. Какие у тебя были сложности? Что давалось легко, а какие были проблемы? Проблемы основные были в таком необычном бизнесе. Да, с англоязычными покупателями, потому что русскоязычная комьюнити здесь, в Америке, является более прогрессивным комьюнити. Русские люди понимают, что такое мед. Мы к этому как-то более привыкшие. В Америке люди достаточно скептически относятся к меду, так как фармацевтическая промышленность здесь достаточно сильно промыла всем мозги, и люди не доверяют ничему натуральному. Но в последние 10 лет, когда один пузырек капель для ушей стал стоить около 130 долларов, а в пузырьке где-то около 5 миллилитров, люди стали больше обращать внимание на какие-либо натуральные средства. И вот, слава богу, открылись натуральные аптеки, органические магазины, куда стали заходить люди и платить те деньги, которые стоят эти продукты. Но они тоже не дешевые. Да, они достаточно не дешевые. Если сравнивать, например, баночку меда, которая здесь продается в Америке в обычном магазине, он стоит около 3-4 долларов за 250 грамм. И если мы говорим о Манука Хани, то такая же баночка стоит около 15-16 долларов. То есть разница достаточно большая. Но так как этот мед люди не покупают для того, чтобы пить его с чаем или с кофе, это медицинский мед, который нужно употреблять с чайными ложками несколько раз в день, то люди на это идут для того, чтобы не болеть. Для медицинского препарата это совсем недорого, можно сказать. Но ты говоришь все про Америку, у нас можно купить, где там еще можно купить, в Новой Зеландии. А вот если давшим в Израиле это надо купить, или в России надо купить, как это вообще? Есть же тоже желающие, наверное. Я познакомился, или скажем так, со мной познакомился один владелец магазина, который находится в Израиле, в Тель-Авиве. Он уже сейчас заказал у нас вторую партию этого меда, очень сильного, 400-го меда. Если вам будет интересно, я потом расскажу, в чем разница между этими цифрами. Вот, и насколько я знаю, на его веб-сайте и в его органическом магазине такая баночка меда стоит 71 доллар в переводе с шекелей. Так что я думаю, что бизнес тоже у него идет хорошо, если это уже вторая партия, которую он у нас заказал. Касательно России, Украины и остального русскоязычного маркета, я думаю, что лучше всего начать тоже с маленьких партий, с маленького опта, а потом уже говорить о поставках контейнером или палетами. Контейнер не обещаю. Контейнер мы завозим один раз в месяц на территорию США. К сожалению, Новая Зеландия не может производить много этого меда. Вот, но палету, палету могу обеспечить. Это если кто-то захочет заняться этим бизнесом, так где можно узнать поподробнее, что это за бизнес и какие у тебя были бы советы для тех, кто захочет открыть свой такой аналогичный бизнес. Вот на территории России, например, Украины, в Израиле у нас. Я не думаю, что нужно акцентировать внимание только на манукохани, потому что манукохани – это один из продуктов. Я думаю, что если люди сейчас видят определенную потребность в натуропатии, в натуральных продуктах, которые будут предотвращать болезни, основная цель употребления манука-мёда круглый год – это превентивная мера для того, чтобы люди не болели гриппом, простудными заболеваниями, чтобы у них не было проблем с кишечником и превентивная мера развития раковых клеток. Те люди, у которых есть семейная история рака, я им очень рекомендую употреблять мануко-мёд и пить стабилизированный алоэ-верогель. Но это уже тема другого интервью. По поводу бизнеса, если вы хотите открыть магазин по продаже натуропатических средств, то мануко-мёд будет одним из важных товаров на ваших полках, который привлечет большое количество покупателей. Поэтому я рекомендую вам посмотреть на наш веб-сайт, как выглядит этот мёд. Прошу обращать внимание, что мёд, настоящий, из Новой Зеландии, в арк-код у него начинается с цифры 8, а потом три цифры должны быть 948, 949 или 950. Если этих цифр нет, значит, этот мёд либо распособлен в Китае, либо сделан в какой-либо другой стране и не является новозеландским мануко-мёдом. Где-нибудь можно подлучить информацию на русском языке? На русском языке, наверное, можно, если вы сможете перевести его с английским. У тебя на сайте только на английском оно висит? Да, на сайте оно пока висит по-английски, так как пока из России, с Украины, с Казахстана, с Узбекистана, с Латвии, с Литвы, назовите любые республики, к нам заказов не поступало. Причин неизвестны, но буду всегда рад всем помочь. Причина, наверное, что люди об этом не знают. Но как вот людям узнать, чтобы с тобой связаться и получить информацию? Вы можете обратиться по моему e-mail, который где-то там внизу может вдруг появиться в этом интервью. Вы можете мне позвонить по телефону. 1-347-713-6545, говорю по-русски, разучился немножко. Вот, пожалуйста, только не звоните ночью, у нас разница в 8 часов. Вот, и все равно офис будет закрыт. А лучше всего, конечно, по e-mail, либо вот на тот вот веб-сайт, который вы тоже, наверное, увидите внизу, бегущей строкой под этим интервью. Магдан, спасибо тебе за очень интересную редкую информацию. Действительно, об этом никто не знает, я думаю, потому что я точно не знаю. Удачи тебе и твоему бизнесу. Спасибо. Удачи. Bye. Bye.